поступает множество сигналов о странных детях которые вроде бы и в человеческом обличие но что-то в них не так их внешность сильно отличается от человеческой их внутренние органы не такие как у нас и они взрослеют стремительными темпами имеются факты о детях которые имеют чешуйчатую кожу и неестественные уши кошачьи зрачки или цвет кожи нечеловеческий несколько детей обнаружено с отростками на спине рептилоидного типа но все эти внешние аномалии меркнут по сравнению с нереальными способностями этих детей они чрезвычайно быстро взрослеют 6 12 месяцам эти младенцы уже самостоятельно бегают и разговаривают на непонятных языках в этом возрасте они уже необычайно умны и сильны они совершают очень умные поступки на которые способен далеко не каждый взрослый человек могут подчинять к себе других людей и с необычайной агрессией решать проблемы существует свидетельство что некоторые из этих подростков могут одними только глазами сжечь противника есть информация что таких детей все больше стало появляться среди беспризорников разных стран и это логично беспризорники находятся вне контроля последнее время таких детей еще стали называть индиго но это не так дети о которых я веду речь вовсе не индиго это нечто другое это неземные дети об этих аномальных подростках почему-то крайне мало сообщается в средствах массовой информации а даже если что-то и просочится то в последующем аномальный ребенок либо исчезает из указанного населенного пункта либо публикуется опровержение и сводится все на шутку мы уже привыкли к такой обработке информации о событиях связанных с чем-то неземным точнее нас здорово приучили не воспринимать всерьез подобные сообщения вопросе инопланетных детей уфологи разделились на два лагеря одни считают что этих детей инопланетяне специально внедряют в наше окружение с малого возраста для того чтобы они смогли правильно интегрироваться в человеческое общество дальнейшая их цель завести этих уже в последующем взрослых инопланетян в наши земные правительства которые будут направлять человеческое развитие в правильном направлении в будущее где на земле не будет войн и конфликтов где человечество будет жить в духовной гармонии ведь все мы понимаем что эволюция нашего вида пошла в неправильном направлении финал который вероятно закончится полным уничтожением всего живого на земле внеземные расы не хотят допустить подобного но с другой стороны они не могут вмешиваться напрямую и поэтому инопланетных детей интегрированных наше общество а в последующем занявших руководящие посты на планете тяжело будет обвинить в том что они чужие и представьте себе насколько будет легко достичь этим инопланетным детям поставленные задачи обладая сверхчеловеческими возможностями телепатическим даром и поддержкой извне второе мнение уфологов основывается на версии так называемого троянского коня они считают что на землю готовится вторжение некой космической расы их цель завладеть планетой земля с хорошими климатическими условиями для проживания этой расы их родная планета исчерпала свой ресурс в скором времени она погибнет им нужна будет другая планета они остановили свой выбор на нашей земле поэтому их дети гибриды уже среди нас мнение второй группы уфологов сходится с мнением 1 только в одном что инопланетные дети интегрируются в наше общество чтобы в последующем занять руководящие посты в земных правительствах но цель радикально отличается троянский конь необходим для мягкого вторжения на нашу планету когда инопланетные руководители наших правительств через подконтрольные им сми убедят население земли в добрых намерениях прибывших инопланетян встает вопрос каким образом инопланетные дети интегрируются в наше общество да еще войдут в нашу элиту имея разительные внешние отличия ответ прост во первых даже наша современная пластическая хирургия может исправить любые огрехи во внешности человека во вторых есть мнение что инопланетные дети гибриды которые имеют сильные внешние отличия от людской являются так называемым бракованным продуктом инопланетных скрещиваний лучший материал если это можно так назвать который имеет минимальные внешние отличия от земных существ уже давно в работе на данном этапе считает уфологи многие из них уже являются приближенными первых лиц планеты время когда они займут места первых лиц не за горами поэтому то сообщение о бракованных детях гибридах сразу же деактивируются командами сильных мира сего а мы уже с вами только что поняли кто стоит рядом с лидерами нашей планеты довольно интересный факт произошел в мае 2001 года это случай подтверждает выводы уфологов по инопланетным детям тогда молодая жительница австралии мэган лайкер вернулась домой в город перд после того как четыре года прослужила по контракту в армии вскоре она вышла замуж это был бы счастливый брак если бы ни одно обстоятельство все попытки мэган забеременеть оказывались неудачными девушка решила провериться у гинеколога диагноз ошеломил ее детородные органы мэган непонятным образом состарились и стали такими какими они бывают у 60-летней женщины которая произвела на свет с дюжину детей мэган не знала что и подумать адвокат посоветовал ей воспользоваться льготами положенными гражданам австралии когда те получают травмы или увечья во время прохождения воинской службы но когда девушка отправилась оформлять необходимые документы ее ждал еще один удар никакой информации о том что мисс мэган лайкер служила в армии в архивах министерства обороны найти не удалось мэган чуть не свихнулась от подобного потрясения муж после долгих уговоров привел ее к психиатру и тот вел девушку гипнотическое состояние уже во время первого сеанса мэган вспомнила что четыре предыдущих года она провела вовсе не в армии а в плену у похитивших ее инопланетян под гипнозом мэган рассказала что сразу же после похищения существа с серой кожей и огромными глазами провели тщательный медосмотр и установили что землянка обладает отменным здоровьем и еще не рожала затем ее отправили на огромный космический корабль укрытый на невидимой стороне луны последующие годы мэган сравнивает с жизнью средневековых рабов о которых она читала в детстве только работа у нее была совсем иная вместе шестью сотнями других земных женщин находившихся в гигантской летающей тарелке она непрерывно рожала детей гибридов все дело в том что на нло инопланетяне устроили настоящую фабрику производства гуманоидов используя жительниц земли в качестве суррогатных матерей они использовали меня как свиноматку вспоминает мэган за 4 года я родила им 48 детей такую фантастическую плодовитость австралийские ученые объяснили тем что инопланетные гинекологи вероятно помещали в матку суррогатных матерей сразу по 4 яйцеклетки искусственно оплодотворенных спермой инопланетян а продолжительность беременности с помощью специальных препаратов сокращалась до 4 месяцев новорожденные мутанты по словам мэган были очень похожи на земных детей единственным отличием были огромные глаза сразу после родов детей у матерей забирали зачем они инопланетянам этого мэган не знает но предположила что возможно они будут нужны для возможной колонизации земли после нескольких лет проведенных на нло детородные органы мэган лайкер настолько износились что она потеряла для инопланетян всякую ценность в конце концов ее вернули на землю предварительно вложив мозг воспоминания о том что все это время она провела на воинской службе и напоследок известный уфолог брэд стайгер утверждает что провел сеанс гипноза с 1200 людьми которые являются потомками инопланетян практически все их воспоминания сны и видения очень похожи отмечает стайгер они рассказывали мне о планете с двумя лунами и ощущение того что их земные родители не кровные их родители они также сообщали что чувствуют себя очень одинокими и потерянными в этой жизни у некоторых были смутные воспоминания о какой-то катастрофе и огне о периоде скитаний и отчужденности очень многие из потомков инопланетян говорили мне кажется что скоро настанет великое время мы очень скоро встретимся с ними вновь во снах они слышали призывы будьте готовы создается впечатление отмечает стайгер что звездным детям поручили помочь остальным землянам подготовиться к встрече с существами из других миров другой уфолог доктор манделкер добавляет к сказанному коллегой они находятся среди нас и их миссия подготовить человечество к удивительному событию встречи с разумными существами из вселенной что к этому можно добавить попробуйте повнимательнее приглядеться к вашему другу соседу или даже прохожему на улице может быть рядом с вами в данный момент находится сын инопланетянина